Всем здравствуйте! Сегодня нас ждет мега крутой выпуск на нашем канале и записала его благодаря вашим многочисленным письмам с вопросами. Я прошел курс ваш, как обучиться игре на фортепиано за 7 дней. Все получилось, все мега классно, спасибо большое, но что мне делать дальше, по каким видео двигаться? Друзья, кто со мной впервые на канале, курс находится в свободном доступе, ссылочку на него оставлю в описании к этому видео, не забудьте туда заглянуть. А в этом уроке покажу вам оптимальный курс, как же двигаться дальше в своем обучении игре на фортепиано. Поехали! Пройдя наш семидневный курс, вы с легкостью можете ориентироваться на клавиатуре инструмента, начнете заниматься над элементарной технической базой, освоите технические приемы игры интервалов, когда звучат два звука, и аккордов, когда звучат три звука, а также скоординируйте руки вместе, сыграв небольшой отрывок из песни. Ну и что же делать дальше? А дальше, друзья, я посоветую вам играть ваши любимые композиции, песни и пьесы, для того, чтобы не растерять ту мотивацию к занятиям, которая у вас сейчас появилась, когда хоть что-то стало получаться после семидневного курса. Поэтому я собрала для вас пять простых, очень красивых и популярных композиций, для того, чтобы на их примере показать вам тот путь и ту работу, с которой столкнется абсолютно любой, кто делает свои первые шаги на инструменте. Кстати, для всех композиций я написала свои аранжировки с учетом, конечно, ваших технических возможностей на сегодняшний день. То есть они все адаптированы для начинающих пианистов. Ну что ж, друзья, открывает наш топ пяти композиций «Love Me Tender» великолепного Элвиса Пресли. Пьеса написана достаточно просто в правой руке. Одноголосная тема А в левой руке аккомпанемент изложен в виде как раз-таки интервалов. Интервалы – это когда звучат два звука одновременно, потому как если звучат три и более, это уже аккорд. И именно это и вызывает у вас, начинающих пианистов, определенные трудности, потому как звуки квакают, очень трудно одновременно их играть вместе, и вы не совсем понимаете, как же правильно держать эту руку, чтобы получалось красиво. Но если учитывать несколько факторов, все обязательно получится. Давайте по порядку. Первое, о чем вы должны помнить. Буду показывать левой ручкой, потому как у нас все-таки интервалы для левой руки. Первый очень важный момент – отследить положение своего запястья. Самая основная ошибка у начинающих – задранное запястье. Вот так. Ну, может быть, чуть-чуть меньше. Вот так. Это неправильно. Есть другая крайность, когда запястье слишком низко. И это тоже неверно, потому что при таком положении запястья рука очень быстро будет уставать. Запястье мы держим параллельно клавиатуре. И это очень важный момент, за которым вы на начальном этапе должны обязательно следить. Следующее – это свод вашей руки. И здесь многие думают, когда слышат свод, да, это тот купол, который держит у нас рука, что что-то нужно придумать такое, что будет держать форму. Ну, не знаю, сразу начинают искать теннисные мячики, шарики. Друзья, ни в коем случае этого не делайте. Опустите свою руку вдоль корпуса и посмотрите на положение своих пальцев. Они уже чуть согнуты и смотрят к вашему корпусу. Соответственно, здесь уже образуется небольшой свод. Вот он нам и нужен. То есть рука в очень естественном положении. И здесь очень важные два момента – это первые и пятые пальцы, которые в будущем будут у нас такими двумя опорами, когда мы будем играть аккорды. Но даже при игре интервалов, обратите внимание, эти пальцы остаются в том же положении. То есть очень важно встать на косточки. И многие не понимают, что это за такое странное выражение – встать на косточки. Обратите внимание, что у каждого из четырех пальцев, не считая первого, у нас есть три фаланги – ногтевая, вторая и третья. И у каждого фаланги есть своя косточка. И когда я говорю «встать на косточку», покажу сейчас правой рукой, у пятого пальца должна виднеться, должна быть видна эта косточка. А у левой руки, я сейчас вам покажу первый палец, должна быть видна вот эта косточка. То есть, чтобы она не заваливалась, очень часто начинающие, сейчас попробую изобразить, играют вот так. Вот, кость завалена, и у пятого пальца вот так. Тоже кость завалена. И впоследствии это обязательно скажется на звучании. Звучать будет не очень красиво, потому как рука будет находиться в напряжении. Что же делать? Обратите внимание, что нужно встать на косточки крепко и чуть-чуть свое запястье повернуть в правую сторону. То есть, вы должны увидеть две косточки, опереться на эти пальчики, и запястье в правой руке, если мы играем правой рукой, повернуть в правую сторону, а в левой руке, если мы играем левой рукой, соответственно, в левую сторону. Вот эти основные и важные моменты вы должны обязательно учитывать, когда начинаете изучать игру интервалов. Какая еще трудность вот в этой первой композиции? Обратите внимание, что правая рука все время все звуки связывает на легато. То есть, она их соединяет между собой. А левая рука в это время должна, обратите внимание, что делать? Менять интервал, соответственно, подниматься и вновь опускаться. Это и есть та самая координационная трудность, которая и вызывает у вас страх у многих начинающих пианистов. Давайте разбираться, что с этим делать. Во-первых, вот начало у нас. Размер 4 четверти. Левая ручка тянет до 4 в первый интервал, потому как это целая длительность. То есть, раз, два, три, четыре. И вы честно дотягиваете в последний момент. Вам нужно руку переносить. И делайте вот то, что я сейчас сделала. То есть, у вас происходит скачком. А если скачком, значит, будет удар, потому как вы в напряжении перенесли руку. Как это исправить? Ну, во-первых, не нужно дотягивать до самого конца. Смотрите. Раз, два, три. И на 4 рука у меня уже пошла наверх, для того, чтобы подготовить следующий интервал. Тем самым я приземляюсь мягко, потому как я чуть-чуть его не додерживаю и переношу руку. Следующий еще очень важный момент – это ваше запястье. Вот когда вы сыграли один интервал, и мне нужно поменять интервал и сыграть следующий, мое запястье поднимается вверх. И потом я беру следующий интервал. Оно возвращается в исходное положение, то есть параллельно клавиатуре. Называется это у нас, у пианистов, дыши рукой. То есть, вот мое запястье, оно дышит. Это очень важно. Обратите внимание, сейчас я сыграю на прямой кисти, и запястье не будет дышать. Получилось очень статично, и это будет мешать красоте вашего звучания. Поэтому вот два важных момента, которые вы должны отработать в первой композиции. А мы переходим к композиции номер два, где мы встретимся с новой технической формой, которую вы, как начинающие пианисты, должны обязательно освоить, потому как элементарные вот такие аранжировки, они и строятся на этих формах. Первый – это был интервал, а второе – это аккорд. И мы с вами перенесемся с великолепной Эдит Пиаф в Париж. Красивая композиция. Где мы будем осваивать новую технику, технику исполнения аккордов. На что здесь нужно обратить внимание? Ну, во-первых, аккорд – это уже звучание не двух, а трех или более звуков. В данном случае у нас будет три, то есть простые трезвучия, пока мы с вами осваиваем. В принципе, здесь техника исполнения, она очень похожа на технику интервалов. Поэтому я очень рекомендую начинать именно с той композиции, потому как ваша рука уже будет подготовлена. Помните, я говорила о положении запястья? Оно здесь останется. Я говорила, свод руки держим за счет опоры первого и пятого пальца. Здесь это тоже останется. И третье, я просила вас повернуть запястье, если играет левая рука в левую сторону, если играет правая, то в правую. То есть три очень важных момента остаются, когда мы исполняем аккорды. Но есть еще один и очень важный. Я сейчас покажу правой рукой, чтобы вам было видно. Смотрите, как многие из вас играют аккорд. Обратите внимание, где находится мой локоть. Вы его все, особенно взрослые, прижимаете к корпусу. И тут же выворачивается запястье. Сейчас стоит локоть увести от корпуса. И обратите внимание, вуаля, уходит то самое выпирающее, ненужное нам место в запястье, которое у вас у многих находится в таком положении. Поэтому локоть уводим, и запястье уже приобретает нужную нам форму. И чуть-чуть докрутите своим запястьем в правую сторону. Качните запястье к пятому пальчику. И когда мы играем аккорды, здесь очень важно помнить еще об одной, ну скажем так, очень-очень важной вещи. Любой звук на инструменте мы не нажимаем, а мы его берем. Как и все, что мы берем своей рукой. То есть пальцами. Пальцы совершают хватательное движение. Поэтому если вы научитесь звуки не нажимать, не тыкать пальцами таким образом, а брать как бы на себя, то аккорды будут звучать более стройно. Следующая задача, с которой вы здесь столкнетесь, это, конечно же, тоже координационная. Потому как правая рука будет играть легато, а левая будет менять аккорд. То есть, в принципе, что мы делаем? Мы отрабатываем тот самый навык, который мы в первом произведении с вами уже пощупали. А здесь мы должны закрепить. То есть правая соединяет, левая не дотягивает честно до конца. Левая переносит руку и берет следующий аккорд. Чуть-чуть заранее руку переносим для того, чтобы подготовить этот аккорд и не плюхнуться на него силой, а мягко приземлиться и вспомнить о том, что аккорд, как и все остальное, мы пальцами берем на инструменте. То есть достаточно цепко и хватко. И еще один очень важный момент. В правой руке мы играем легато. Это когда мы не только на физическом уровне, да, из пальцев в пальцы передаем звук. Причем не задерживая, да. Очень много встречается такой ошибки, когда ученик вот так на всякий случай задерживает все пальцы. Ни в коем случае. Вот представьте, может ли ваш голос петь одновременно два или три звука? Нет, он может петь только одноголосную мелодию. Поэтому обязательно пойте и интонируйте звуки. То есть звук должен перетекать из до, в си, в ля, соль, ми. То есть заниматься интонацией нужно не только на физическом уровне, но обязательно подключать слуховой контроль. И здесь важный момент. Пожалуйста, заучите аппликатуру. То есть это те пальцы, которые стоят над нотками или под нотками. Пальцы аппликатуры – это часть текста. Для чего мы ее заучиваем прямо на память? Для того, чтобы у вас вы воспитывали в себе механическую память, то есть двигательную. Когда мы учим произведение, у нас подключаются разные виды памяти. Кто пропустил этот урок на канале, загляните в описание к этому видео. Ссылочку оставлю. Какие же виды памяти мы подключаем, когда изучаем произведение. А мы пойдем с вами к песне номер три. И там нас ждет снова новая техническая форма. Которая называется арпеджио. Вот они в левой руке. Которые, конечно, добавляют нам романтики, красоты и такого очень нежного, плавного звучания. И, в принципе, что такое арпеджио сначала нужно понять. Ну, в отличие от аккорда, когда звуки мы берем на инструменте одновременно, в арпеджио мы их с вами играем поочередно. То есть один за другим. У нас здесь с вами очень тесно расположены арпеджио. Они могут быть в таком расположении. Могут быть вообще в широком, в таком. Так как мы начинающие с вами пианисты, делаем первые шаги. Поэтому и арпеджио у нас в очень узком расположении. В тесном. До, ми, соль. Те же самые нотки, которые мы играли только что в предыдущем произведении, только одновременно. И какая здесь техническая задача? Это наше запястье, которое нужно настолько растормошить, настолько здесь сделать его гибким и плавным. Давайте разбираться. Вот арпеджио в левой руке. И смотрите, что делает запястье. Оно рисует дугу через верх. Вот вы пятый пальчик, потом пошли наверх к первому. А затем я сейчас покажу правой рукой, чтобы вы не видите, что делает мое запястье. Вот давайте сверху вниз я сыграю. Но это будет то же самое. Вот я пришла к первому и раскрываю свою ладошку, чтобы накрыть нотки опять своим запястьем. Вот вся ладонь накрывает нотки. Это и позволяет мне работать запястьем. То есть оно такое совершает двигательное, такое круговое движение. И здесь еще очень важно для того, чтобы действительно арпеджио звучали красиво, нанизать много ноток на одно движение руки. Что это такое? Если бы я с вами разговаривала бы так, то произведение бы звучало так. И оно так часто звучит начинающего. И в этом нет ничего страшного. Просто это нужно поправить. Смотрите, что делало мое запястье. Оно здесь качалось на каждую нотку и совершало много движений. Вот эти движения мы должны исключить. И три нотки сыграть на дот движения. Раз, два, три. Вот таким образом. Раз, два, три. И это и поправит вашу техническую трудность. Когда вы будете играть арпеджио правой рукой, например, снизу вверх, там мы, получается, дугу рисуем не через верх, вот так, а через низ. Поэтому обратите внимание, что левая играет через верх, а правая через низ. Это очень важно. Какая еще здесь будет трудность? Это, конечно, баланс звуковой между руками. Потому как часто забивает левая, там же нот больше, чем вправо. И получается так. Но это сложнее играть, да? Поэтому нужно себя приучить, что левая играет аккомпанемент. Это то, что вот сейчас у нас звучит в левой ручке арпеджио. Значительно тише по звуку. Попробуйте в правой руке добавить весос вот сюда. И то же самое. Обратите внимание, насколько важно в этом произведении движение рук. То есть наше запястье у пианиста, это как горло у певца. Если его перетянуть, звука не будет. Вот если вы будете фиксировать свое запястье о красивой, какой-то плавной и гибкой игре, мы можем с вами дальше не говорить. Поэтому очень важно растормошить свое запястье. И снова я скажу вам о том, что на канале уже очень много уроков, посвященных именно этой теме. Загляните в плейлист техника и найдите те занятия, где увидите слово арпеджио. Все они прекрасны и помогут прокачать вам этот вид техники. А мы переходим к произведению номер 4, где мы с вами попробуем скоординировать все то, что мы делали в произведении номер 2. То есть это были наши аккорды. Опять у нас с вами есть одноголосная мелодия, есть аккорды, но вы уже заметили, что здесь что-то более стало как-то звучать поинтереснее, потому как появился новый ритмический рисунок. Если там все было просто, восьмушки, четверти, то здесь есть уже залегованные нотки, особенно дальше, когда тема начнется вот здесь. То есть получается, что техническая задача у нас, как у начинающих пианистов, новая. Это сложные ритмические рисунки. И что я здесь советую? Давайте сначала во вступлении. Во вступлении все просто в плане координации. Левый играет аккорд, а правый играет мелодию. И вот эту вот последнюю нотку до часто все не дослушивают, потому как эта нотка до залегованная. Вот если размер четыре четверти, вы должны услышать эти четыре бита. То есть раз, два, три. И вот она четыре залегованная. Только потом играет следующую. Раз, два, три. А здесь вот раз, два, три, четыре. Залегованная. А получается, что большинство играет так. То есть не дослушивая эту длинную нотку. Поэтому на первом этапе я всем своим ученикам, начинающим пианистам, говорю, что счет... То есть если вы от природы ритмически не точны, единственное лекарство – это ваш счет. То есть считайте раз, два, три, четыре. Не можете считать – подключайте метроном. Не можете играть под метроном – начинайте хлопать. То есть раз, два, три, четыре. И только потом вы уже координируете все это вместе. То есть по аккордам я уже вам все рассказала. Вы уже знаете, как их играть. Единственное, здесь дальше в припеве... Аккордов в такте. Не один, как мы привыкли, или два, а целых четыре. То есть поэтому движения в левой руке должны будут быстрее совершаться вашим запястьем. И в таких случаях я всегда говорю, что нужно отработать левую руку отдельно, потому как, во-первых, вы, как начинающий пианист, будете искать форму аккорда. Кстати, по аккордам тоже есть замечательный урок. Вот сейчас стала говорить про форму. И как раз в этом уроке, ссылочку оставлю в описании к этому видео, именно техника исполнения аккордов, я и говорила про разные формы аккордов. Что их, в принципе, нужно вот ощущать. Да, вот у пианиста это уже настолько... Ну, я имею в виду, у пианиста, который не первый год за инструментом, уже настолько эти формы, как бы вот они влились в руку. То есть вы понимаете, что доме соль, вот можете с закрытыми глазами сыграть, или там сиро соль, или там ляду соль. Да, вот обязательно отработайте это отдельно, чтобы какой-то автоматизм появился, и дать возможность вашей голове поставить какую-то новую техническую задачу. А она здесь будет стоять, потому как у нас... Ой, в правой руке. Снова залегованная нотка. Еще и синкопа, когда смещение слабой дули на сильную. Поэтому не спешите. И по ритму тоже на канале есть урок. Просто чаще заглядывайте в описание к этому видео, потому как там я собираю все то, что невозможно рассказать в одном небольшом занятии, для того, чтобы вы могли продолжать прокачивать себя с разных сторон. Друзья, ну и что ж, наша пятая композиция. Это красивая песня. Трава у дома. Которая подытожит все то, что мы с вами делали на протяжении этих четырех композиций. То есть здесь она по объему чуть больше уже, но новых технических трудностей у вас не будет. Здесь мы будем продолжать закреплять навыки игры интервалов, аккордов, потому как вот вначале вообще и в правой руке одноголосная тема, и в левой. Для чего я сделаю это? Я даже убрала вам интервалы в левой руке. Для того, чтобы вы максимально могли сосредоточиться, как начинающий пианист, у которого очень трудно поставить много задач, а музыка это многозадачное предприятие, чтобы вы сконцентрировались на игре легато, о которой мы говорили выше, и могли интонировать. То есть даже здесь исключило. Вы просто играете одноголосно в левой руке мелодию, аккомпанемент точнее, да? Вот. Потом, когда у вас припев, я тоже убрала аккорды. Ну, во-первых, на мой взгляд, звучит слишком так густо. Играем интервалы, которые тоже уже в такте, ни один, ни два, их четыре. И заметьте, запястье все время играет с пружинкой, но в любом случае вы это уже проходили, и вам это уже значительно проще. И в конце произведения там есть красивое заключение, где я использовала арпеджио, вот оно в левой. Вот, на одно движение много нот. И здесь длинное вот развернутое арпеджио. То есть, по сути, этой композицией мы завершаем такой некий наш марафон по легким произведениям, точнее, по красивым произведениям, но в легкой аранжировке. Ну, а вам, начинающим пианистам, есть возможность прокачать игру интервалов, аккордов, арпеджио. Это три основные технические формы, без которых вообще вы не сможете обойтись, для того, чтобы играть любую музыку. Вы научитесь координировать руки вместе, прокачаете более сложные ритмические рисунки, позанимаетесь над звуковым балансом между руками. Еще очень много-много всего интересного. Если вы заинтересовались всем этим, загляните в описание к этому видео, потому как там я вам оставлю ссылку. Все эти пять композиций я разобрала очень подробно на нашем канале на сервисе Boosty. Все уроки на Boosty сопровождаются обязательно нотами, где я выставляю для вас аппликатуру, чтобы вам облегчить уже задачу. Обязательно рассматриваю все технические трудности. Мы говорим вообще о музыкальных средствах выразительности и о многом другом. Ссылки все в описании к этому видео. Не забывайте любить музыку и приятного вам разбора. С вами была Евгения Торжкова. До новых встреч на нашем канале. Пока!